Знаем точно, что его нет в квартире и, как мы видим, на месте совершения исполнительных действий его также нет. То есть он предупрежден, он знает, что все будет примудительно. В практике судебных приставов вскрытие квартиры должника мира самое крайнее. В Череповце это вообще беспрецедентный случай. Впрочем, и долг большой. Около одного миллиона рублей. Исполнительный документ службы судебных приставов поступил в октябре 2010 года. С тех пор прошло несколько судов о приостановлении исполнительного производства, однако безрезультатно. Судебные приставы неоднократно предлагали должнику выселиться добровольно, однако он отказывался. 14 апреля было вынесено постановление о вскрытии жилого помещения. Должник – пожилой череповчанин. Пенсионер участвовал в долевом строительстве и до 2006 года своевременно гасил рассрочку. После, по словам представителей предприятия-застройщика, перестал. Сам должник уверяет – рассрочку он выплатил полностью. И действия судебных приставов считает незаконными. Я ему тогда сообщаю в очередной раз, что двери квартиры вскрыты. В настоящее время я нахожусь в квартире и приступаю к описи вашего имущества. Я знаю об ответственности. Он сообщил, что он находится по пути к Генеральному прокуратуру. В любом случае, пока недавний собственник этой квартиры числится должником и подлежит выселению, а его имущество – изъятию из квартиры. Имущество, которое вывезено с места совершения исполнительных действий по выселению должника, может быть хранится два месяца. Если должник не заберет это имущество у ответственного хранителя, то тогда имущество будет реализовано. Продолжение следует...